добрый день уважаемые ребята мы продолжаем с вами разговор про растения и тему нашей сегодняшнего урока класс двудольные семейства посленовые но для начала давайте мы с вами вспомним что же у нас относится к отделу покрытосеменных растений правильно это прежде всего самая многочисленная группа растений встречаются около 250 тысяч видов 390 семейств и какие особенности покрытосеменных прежде всего цветок как орган полового размножения плод приспособление для защиты семян и их распространения видоизменения вегетативных органов приспособленность к различным условиям обитания а также двойное оплодотворение отдел покрытосеменные или цветковые растения как мы с вами уже знаем это делится на два класса класс однодольные и класс двудольные и так ребята вы большие молодцы но я считаю что мы все-таки должны с вами повторить эту тему и так в чем разница между однодольным и двудольными растениями прежде всего в строении семян у однодольных всего одна семидоли а у двудольных две семидоли что касается корневой системы у однодольных она мочковатая а у двудольных она стержневая что касается желкования листьев у однодольных она параллельное дуговое а у двудольных оно сетчатое и пальчатое и так ребята что касается корневой системы корневая система мочковатая прежде всего характеризуется тем что там отсутствует не выражен главный корень а стержневая система с очень хорошо выраженным главным корнем и боковыми корнями какие мы знаем с вами желкования листья посмотрите пожалуйста на картинке это сетчатая пальчатая параллельное и дуговое запомнили молодцы идем дальше и так покрытосеменные растения делятся на двудольные и однодольные двудольные самые распространенные семейства это сложно цветные крестоцветные посленовые розоцветные и бобовые что касается однодольных это самые распространенные злаковые и лилейные посмотрите пожалуйста запомнили и так идем дальше семейство посленовых посмотрите пожалуйста на эту картинку что мы видим все правильно это наши с любимые помидоры которые относятся к семейству посленовых для того чтобы наш урок прошел продуктивно давайте мы с вами по ходу всего урока будем заполнять следующую таблицу напишите пожалуйста семейство число видов формула цветка соцветия тип плода тип корневой системы листья а также группы по значению и представители а в конце урока мы с вами подведем итоги и так ребята мы говорим с вами про царство растений который насчитывается на сегодняшний момент более трехсот пятидесят тысяч видов отдел покрытосеменные насчитывает более двухсот пятидесяти тысяч видов класс двудольные насчитывает более ста восьмидесяти тысяч видов а семейство посленовых насчитывает около трех тысяч видов в кыргызстане встречаются 18 видов общая характеристика семейства посленом корневая система стержневая стебель прямо стоячий желкование сетчатая листа расположения очередная формула цветка ч 5 л 5 т 5 п 1 соцвет третий кисть плод бывает ягода у таких растений как послен черный томат бывает коробочка у таких растений как табак питунья гибридная белина черная продолжительность жизни посленовых однолетние и многолетние значения они используются в пище используются как лекарственные травы бывают сорняки и бывают декоративные растения и так ребят давайте посмотрим основные признаки двудольных растений повторяем я знаю что вы знаете уже этот материал но как говорится повторение мать учения поэтому давайте мы с вами еще раз сосредоточим ваше драгоценное внимание на этих важных вещах и так зародыш семени 2 семидоли жизненные формы деревья кустарники и травы корневая система стержневая листья простые и сложные край листа цельный или изрезанный желкование перистая или пальчатая околоцветник двойной части цветка кратно четырем или пяти ребят мы уже с вами говорили про стержневую корневую систему чем она отличается от мочковатой прежде всего что тут развит главный корень с большим количеством придаточных корней и так ребята стебель у посленовых прямо стоячий травянистый деревянистый листья простые как у табака или сильно рассеченный как например у картофеля а вот теперь посмотрите пожалуйста на формулу цветка прежде всего вот этот значок звездочка означает что лист имеет правильную форму также обои полый лепестков у нас 5 чашелистиков 5 тычинок 5 пестик 1 но почему же у чашелистиков циферка 5 взята в кружочек а все потому что чашелистики срастаются между собой так же как и лепестки срастаются между собой поэтому формула цветка имеет такую запись и так ребят посмотрите пожалуйста на диаграмму цветка вы видите снаружи это у нас количество чашелистиков их 5 количество лепестков 5 они сросшиеся количество тычинок 5 и 1 пестик что касается плода как мы с вами уже говорили встречается коробочка как например у дурмана а встречается ягода как например у томата различают два типа соцветия это кисть как например у помидоров или завиток как например у дурман семейство послёновых давайте посмотрим какие виды вы встречаете ну конечно же пищевые это у нас картофель томат перец баклажан что касается лекарственных это белодонна белина дурман декоративные питунья душистый табак их на самом деле очень много но это самые известные среди них посмотрите пожалуйста знакомо конечно это же баклажан и болгарский перец а это у нас помидор или его называют томат а также картофель картофель это растительные семейства послёновых родина картофеля это южная америка где до сих пор можно встретить дикорастущий картофель введение в культуру было начато примерно 14 тысяч лет назад индейцами америки и первое упоминание в трудах гонсала химиниса де касада ребят а вот это оказывается так выглядит дикорастущий картофель сложно да сказать что он похож на современные клубни может только некоторые из них но это на самом деле правда итак как только его не называли чертово яблоко запрещенный плод богом проклятая в землю загнанная в европу картофель был завезен испанцами и португальцами в 16 веке а петр первый путешествие по голландии и отведав картошки послал мешок в петербург с наказом приглашать население заниматься разведением картофеля как его употреблять в пищу люди толком и не знали пробовали есть сырые и и плевались уж очень невкусные показались эти царские яблочки потом заставляли крестьян сажать картофель те противились но по незнанию очень часто собирали не клубни а плоды и было очень много случаев отравления во многих областях россии возникали картофельные бунты которые жестоко подавлялись постепенно картофель прижился на руси и стал вторым хлебом также картофель очень распространен в кыргызстане обратите внимание что мы едим не плоды а видоизмененные побеги клубни где у нас применяется картофель из картофеля добывают глюкозу спирт картофель является пищей для человека и животных добывают молочную кислоту а также крахмал который применяется в кондитерской промышленности в текстильной в бумажной в деревообрабатывающей и даже в косметической промышленности но у картофеля есть очень распространенные вредители вы наверное слышали это колорадский жук а также проволочник что касается дико растущих растений семейства посленовых это самый известный красавка и белина черная обратите внимание что очень много ядовитых растений много ядовитых веществ содержит табак курительный да да тот самый табак особенно и к ядовит его вещество никотин он отравляет кровь разрушает органы дыхания у курящих подростков обычно плохая память они раздражительны подвержены простудным и другим заболеваниям обратите внимание белина черная это очень ядовитое растение причем ядовито именно все растения при отравлении появляется головная боль учащенное сердцебиение затрудненное дыхание сильное нервное возбуждение расширяются зрачки во рту ощущается сухость ни в коем случае не трогайте белину черную послен горько сладкий и дурман обыкновенный но обратите внимание что красавка и дурман это является также лекарственными растениями да они ядовиты но при определенных дозах они могут оказывать оздоравливающий эффект соответственно аптеки выпускают строго дозированные дозы этих препаратов что касается декоративных растений это всем известные петунии красавицы душистый табак петунии это непременно обитательница цветников скорее всего вашем населенном пункте тоже распространены петунии посмотрите какие они яркие красивые конечно же они являются украшением любого сада что касается значение семейства посленого давайте еще раз подведем итоги и так пищевое значение мы с вами употребляем в пищу картофель баклажан перец тома также лекарственное значение например белина ядовитая дурман кормовое картофель декоративная беладонна табак душистый сорняки это у нас послен черный использование настоя для борьбы с вредителями это всем известный томат а также производство сигарет это у нас табак ребят мы с вами в самом начале попытались заполнить таблицу а теперь давайте подведем итоги и так семейство посленовых около трех тысяч видов формула цветка ч 5 л 5 т 5 п 1 соцветия кисть завиток метелка тип плода ягода коробочка тип корневой системы правильно стержневая листья очередные группы по значению и представитель это кормовые овощные картофель томаты баклажаны перец ядовитые красавка дурман белина декоративные петуни душистый табак а теперь посмотрите пожалуйста формула цветка посленовых и так заполните какие должны быть циферки вместо знаков вопроса молодцы ч 5 л 5 т 5 п 1 а теперь посмотрите пожалуйста на следующий очень интересный стишок хозяйка однажды с базара пришла хозяйка с базара домой принесла картошку морковку капусту горох петрушку и свеклу ох вот овощи спор завели на столе кто лучше вкуснее и нужнее на земле картошка капуста морковка горох петрушка и свекла на самом деле стих длинный но я вам взяла вот такой небольшой отрывок а теперь посмотрите пожалуйста на нашу с вами продуктовую корзинку и кружочком себе отметьте какие растения относятся к семейству посленов и так правильно это у нас перец и зеленый и желтый это у нас картофель это у нас баклажан и томат а теперь пожалуйста домашнее здание прежде всего еще раз посмотрите тему и выполните творческое домашнее задание индивидуально подготовьте сообщение о растениях из семейства посленовых а также какие-то интересные факты касающиеся данного семейства и так ребята вы большие молодцы вы освоили целое семейства посленовых я вас поздравляю всем спасибо до свидания